всем привет вы на канале мамуля хендмейт и в сегодняшнем видео я хочу показать как сплести вот такую корзинку для этого нам понадобится деревянная донышко как его обвязать вы найдете ссылку в описании также нам понадобится крючок и два вида пряжи сначала вязать будем трикотажной пряжи проводим ниточку будем вязать столбики без накида через три столбика будем делать прибавку вяжем за задние стенки чтобы вокруг донышко была красивая окантовка провязываем три столбика без накида и делаем прибавку то есть в одну петельку вяжем 2 столбика без накида в принципе кто вяжет слабо то прибавки может не делать но так как я вяжу туго мне нравится больше когда делаются прибавки первом ряду так вяжем до конца ряда через каждые три столбика делаем прибавку дошли до конца ряда так делаем соединительную петлю в начале ряда я ниточку не закрепляла поэтому закрепляю ее сейчас вот так теперь цепляем маркер в моем случае это кусочек нитки и будем вязать столбики без накида за заднюю стенку все ряды все столбики будут вязаться так доходим до конца ряда соединительную петлю делать не будем будем продолжать вязать по кругу ориентируясь на маркер вот что у меня получилось вот такой узор дальше я буду вязать обычной акриловой пряжей в шесть нитей пряжа может быть любая можно что-то распустить как в моем случае толщину тоже контролируйте сами то есть если пряжа тонкая то и сложение нитей будет больше не в шесть нитей как у меня а в семь или восемь а если пряжа толще чем у меня тогда сложение нитей будет меньше пять нитей или в четыре нитки вы смотрите сами вяжем столбики без накида за задние стенки доходим до конца ряда и будем продолжать вязать в круговую влаживая маркер у меня это нитка вы можете использовать обычные маркеры ну мне проще так и продолжаем вязать столбики без накида за задние стенки вяжем на нужную вам высоту я связала нужную мне высоту смотрю по маркеру и делаю соединительную петлю теперь будем вязать зубчики отсчитываем 3 петли и в третью петлю вяжем сначала три столбика с одним накидом 1 2 3 теперь будем делать 3 воздушные петли то есть пико из трех петель и провязываем туда же еще три столбика с одним накидом вот что получается отсчитываем снова 3 петли и третью петлю провязываем полустолбик вот так вот снова отсчитываем 3 петли вяжем 3 столбика с одним накидом так и последний так теперь делаем 3 воздушные петли и снова туда же 3 столбика с одним накидом и так провязываем последний и в третью петлю провязываем полустолбик если в конце ряда вы обнаружили что у вас петель и чик больше чем нужно вот в моем случае это 7 они 6 тогда провязываем последний зубчик в четвертую петельку вот так так провязываем полустолбик и будем закреплять ниточку вот такая корзинка у меня получилось для того чтобы гармонично смотрелось из трикотажной пряжи серого цвета я делаю бантик и буду закреплять его на корзинке вот такая корзинка у меня получилось но я хочу чтобы эта корзинка была в комплекте с топиками или носочками поэтому следующий мастер-класс будет именно такой если вам понравился этот мастер-класс подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока пока